Церковь разучилась оголять свою душу перед Господом, направлять к Нему свой вопль души, быть искренней и сокрушенной перед Ним. Именно этого ищет Бог. В мире, полном хаоса, мы можем либо пожаловаться на жизнь в социальных сетях, либо возвышать голос перед Богом о спасении Америки. Я Пол, вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни. Потому что в вас живет Иисус. Давид изливал свое сердце перед Богом, и Богу это нравилось. Он даже сделал так, чтобы книга псалмов была прямо посредине Библии. Книга песен, молитв к Богу. Не все псалмы написаны Давидом, но более 80% псалтеря – это вопль Давида к Богу, от юношеского возраста до времени, когда Он передал корону Своему сыну Соломону. Бог приглашает нас искать Его, познавать Его, приближаться к Нему. У нас в книжной лавке продается дневник «Дорогой Бог», чтобы вы могли Его вести. Мои воспоминания детства. Я захожу в гостиную, а папа сидит за столом. Перед ним Библия и дневник, куда он записывает мысли, записывает молитвы и то, что он чувствует. Дневники ведут не только девушки. Настоящие парни тоже ведут дневник. Нужно будет сделать себе футболку с такой надписью. «Мой папа вёл дневник». А кто из вас когда-либо вёл дневник? Я считаю, что это полезно. Это духовная дисциплина. На это нет прямого указания в Библии. Но Бог сказал Иисусу на вину размышлять о Его Слове днём и ночью, пребывать в размышлениях о Боге в разные сезоны своей жизни. Давид пропускал Слово Божье через своё сердце, переходил от скорбных часов к моментам продвижения вперёд. Оказавшись на вершине успеха, Давид просил Бога не позволить ему забыть, что это Бог поднял его. Я не хочу забыть твои чудеса. Не хочу забыть, что ты вывел меня из тьмы. Ты моя крепкая башня. Ты моё спасение. Бог любит, когда мы открываем Ему своё сердце. Сначала я наблюдал за отцом, а потом начал сам вести дневник, записывать свои молитвы Богу. Если вы прочли книгу или прочли Библию, запишите, что Бог говорил вам. Может, когда вы сможете использовать это в проповеди, или просто оглянитесь назад и извлечите урок из этого, потому что Бог вас учил. Когда вам было 13, я верю, что Бог желает писать через вас, чтобы вы вели дневник. И в грядущие годы ваши записанные мысли послужат вам и вашим детям. Ваши переживания и откровения смогут освежить ваши отношения с Богом в будущем. Иногда, читая Библию, мы думаем, что это нас не касается. Это только для них. Но Бог не давал бы нам Библию, если бы не хотел, чтобы мы себя находили в ней. Кстати, в Библии не только Давид вёл записи. Это делал каждый автор. Именно поэтому у нас есть Библия. Моисей записывал события, потом Иисус, Навин, Есфирь, Неемия. Еремия записывал свои вопли к Богу. Он писал, «Боже, я боюсь, какой из меня проповедник?» А Бог отвечал ему, «Не бойся, Еремия, я соткал тебя во чреве твоей матери». Все авторы Библии не были совершенными людьми. У них были пороки, эмоциональные качели, трудные периоды, но они открывали своё сердце перед Богом и говорили, «Дорогой Бог, что-то со мной не так. Дорогой Бог, помоги моей семье. Дорогой Бог, пусть моя жена забеременеет». Церковь разучилась оголять свою душу перед Господом. Надеюсь, мы сможем снова этому научиться. Мы научимся направлять к Нему свой вопль души, быть искренней и сокрушённой перед Ним. Именно этого ищет Бог. В мире, полном хаоса, в беззаконии, который царит в нашей стране, когда и сдаются законы, которые мы не понимаем, мы можем либо жаловаться на жизнь в социальных сетях, либо возвышать голос перед Богом о спасении Америки. Бог, я не знаю, что делать со всем этим, но Ты знаешь. Поэтому, Боже, проговори ко мне в тайной комнате. Приносите ваши проблемы Богу. Приносите не людям, а Богу то, что происходит в вашей стране. Люди в гневе комментируют в социальных сетях, но лучше приносить это прямиком к Богу. Скажем вместе, дорогой Бог, я хочу дать вам пять шагов, как с помощью ведения дневника приблизиться к Богу. Первое. Откройте дверь для Его присутствия. Я лично считаю, что в этом нам могут помочь песни хвалы и поклонения. Через них мы открываем себя для Его присутствия. Музыка в этом помогает, правда? Словно дверь открылась. В хвале и поклонении есть что-то, что открывает дверь для Божьего присутствия. И, кстати, это можно сделать в любое время суток. И для этого вам не нужно пианино, гитара, не нужно быть на служении. Я просто обращаюсь к Богу. Господь, спасибо, что ты со мной и что ты слышишь мои молитвы. Давид говорил, он слышит стинание моего сердца. Даже когда мы не способны молиться словами, Бог знает наши мысли, и Он говорит, я стою у двери и стучу. Кто откроет Мне? Я войду и буду с Ним. В Луки 8, 41 говорится о человеке, переживавшем очень сложную ситуацию. Его звали Иаир. Он был начальником синагоги, то есть, по сути, пастором. Люди приходили в синагогу помолиться, поучиться Писанию. Он упал к ногам Иисуса. Он знал, что Иисус имеет лекарство для его проблемы, настоящую вакцину. Он на коленях умолял Иисуса прийти к Нему домой. Он рассказал, что Его дочери всего 12 лет, и она умирает. «Дорогой Бог, неужели тебе нет до этого дела?» Иаир оголил свою душу перед Богом и открыл дверь своего дома. У нас здесь дверь, которую можно открыть только изнутри. Если я вхожу через нее, то я прошу, чтобы мне кто-нибудь открыл изнутри. Так, закроем дверь. Вы меня слышите? Я заперт снаружи. Кто-нибудь может меня впустить? Просто нажмите изнутри. Просто нажмите изнутри. О, спасибо большое. Чтобы мы могли войти в Божье присутствие, мы должны найти способ открыть дверь. А как открыть дверь в свое сердце? Сердце некоторых людей под замком много лет. Чтобы открыть дверь, нужно быть честным. В Евреям сказано, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати для получения благовременной помощи». То есть, чтобы получить помощь, нужно прийти к Богу и сказать, «Я нуждаюсь в тебе, Бог». Наша честность, искренность и открытость открывает дверь для Бога. Бог знает вашу проблему, но Он хочет, чтобы вы приходили к Нему. И Аир открывает дверь и говорит, «Дорогой Иисус, моя дочь очень больна». Может, это началось давно, а я не заметил, не уделял ей должного внимания, и сейчас мне не справиться с этой проблемой. «У меня нет нужного лекарства, но я знаю, оно есть у тебя». Есть что-то в том, что мы открываем дверь для Бога. Бог входит и говорит, «Да, я могу помочь твоим детям, решить твои проблемы в семье, твои финансовые проблемы». Давид говорит, «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Что-то происходит, когда мы входим в Божье присутствие. Я лично прихожу в церковь, и для меня сразу все меняется, потому что это место веры, место прекрасного общения. У вас тоже все меняется, когда вы сюда входите. Когда мы открываем дверь для Божьего присутствия, что-то происходит, и Аир знал, что он нуждается в Боге. Он позвал Иисуса в свой дом. Ты так нужен мне, и всей моей семье моя дочь нуждается в Тебе. Когда мы зовем его, он приходит. В моей песне поется, «Я позвал тебя, и ты пришел, Иисус». Он обещает, что он всегда услышит нашу молитву. Если мы взываем к нему, все мы помним Еремия 29,11, «Ибо только я знаю намерение о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Но 12 стих «И вы зовете ко мне, и я услышу вас». Он обещает это нам, церковь. Итак, Иаир просит Иисуса пойти к нему домой. Он нуждается в нем, но он не единственный, кому так нужен Иисус. На пути была женщина. Она скрывала от всех свою проблему. Вот уже 12 лет она истекает кровью, и ничто ей не помогает. Она страдала кровотечением и держала свою болезнь в тайне от всех. Никто и не догадывался, что с ней происходит. Она подходит к Иисусу и прикасается к краям Его одежды. Друзья, когда вы приходите к Иисусу с сокрушенным сердцем и говорите Ему, что Он ваша единственная надежда, что только Он может помочь вам, Он ответит вам. Она подошла, коснулась краев Его одежд, и кровотечение тут же прекратилось. Иисус обернулся и спросил, кто ко Мне прикоснулся? Учеников Его вопрос сильно удивил. Иисус, тебя окружает толпа людей. Я думаю, что порой Иисус хочет, чтобы в толпе мы почувствовали себя одинокими, потому что Ему важна личная встреча, разговор с нашим сердцем тед-а-тед. Иисус сказал, кто-то ко Мне прикоснулся, не просто обтерся об Меня, но коснулся Меня с верой и открытым сердцем. Кто-то открылся и не стал скрывать свою проблему. Откройся Ему, и Бог начнет тебя исцелять. Женщина поняла, что не может скрыть, что это она прикоснулась к Нему. Она призналась, это Я. Я страдала 12 лет, эта болезнь принесла мне много боли и повлияла на все сферы моей жизни. Я не смогла из-за болезни устроить личную жизнь, а ребенке приходилось только мечтать. Об этой проблеме никто не знал, но ты знаешь. Иисус взглянул на нее и сказал, ты не только исцелена внутренне, но ты полностью здорова и спасена, дочь моя. Иди с миром. Когда мы открываем дверь для Бога, Он не только исцеляет нашу внутренность, Он исцеляет нашу душу, исцеляет те проблемы, которых никто не видит. Ты не то, что о тебе говорят другие. Ты не твоя болезнь, ты мое дитя. Когда Он сказал, ты мое дитя, Дух внутри нее подпрыгнул от радости. Она воскресла. Иисус вернул родителям дочь живой и невредимой. И второе. Для того, чтобы приблизиться к Богу, закройте дверь для того, что вас отвлекает. Я помню, мне было двенадцать, и я дал свой первый концерт фортепьяно. Я так много репетировал, много занимался с мисс Эдисон. На концерт пришло сто человек. Мы были в зале нашего колледжа. Я так сильно нервничал в тот день. Мне было двенадцать, и я сижу перед сотней людей. Я был в красивом костюме, волосы зализанные на бок. Среди зрителей я увидел папу с мамой. Я увидел брата и сестру. Увидел прабабушку. Кстати, я хочу вам сказать, моей прабабушке на прошлой неделе исполнилось девяносто семь. С днем рождения, бабуля. Слава Богу, она здорова и хорошо себя чувствует. Я так нервничал. Меня заботило, что подумают обо мне все эти люди. я начал играть и взял все неправильные ноты одновременно. Это было ужасно. Я застыл и хотел расплакаться. Я не хотел смотреть в зал, чтобы не увидеть разочарованные лица, но я решился взглянуть на отца. Он улыбнулся мне и показал все класс. Я показал нет. Я не заслуживаю того, что ты показываешь мне класс. Я напортачил. Но он все равно показывал. У тебя все получится, Пол. Давай, я верю в тебя. Я начал играть. я играю лучше, если не слушаю мнения других, если меня интересует только мнение отца. Когда нас мало заботит мнение других, их одобрение, мы можем по-настоящему уединиться с Богом. Я похож на Петра, которого отвлекли волны и ветер и то, что на него смотрели другие ученики. Когда я впервые начал проповедовать в Церкви Победа, я чувствовал, что нахожусь на пробах и что мне нужно всем понравиться. Я старался подражать отцу в одежде, в обуви, во всем. Когда я написал песню «Дорогой Бог», она отобразила то время, когда я ощущал себя недостойным, не заслуживающим внимания, не способным служить Богу. Мне казалось, меня выбрали напрасно. Именно так чувствовал себя Гедеон. Бог назвал его «Муж сильный», а он сказал «Я самый слабый в семье, я самый младший, ты выбрал не того, дорогой Бог, выбери кого-то другого». Но Бог всегда избирал людей, которые больше всего в нем нуждались. Он выбирал не самых умных и сильных, но тех, кто был уязвим настолько, что мог сказать «Боже, я отчаянно в Тебе нуждаюсь». И он говорит «Довольно для Тебя благодати Моей». Когда Иисус уже был готов исцелить дочь Иаира, смотрите 49 стих, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему «Дочь твоя умерла, слишком поздно, чудо не произойдет». Кто это сказал? Ты уже не найдешь себе мужа, жену, твой поезд уехал, зависимости на всю жизнь? Кто сказал, что твоя ситуация безнадежна? Я не знаю, что вы себе внушили и в какую ложь вы поверили, но Бог все еще продолжает работать в вашей жизни, действовать внутри вас и менять вашу историю. Бог еще не закончил свою работу с вашим мужем или женой, с вашим сыном или дочерью. Бог не закончил свою работу с Америкой и стал с Эклахома. Бог все еще действует. И меняет нас и нашу церковь. Он с нами и Он действует. Если вы впустили в свое сердце неправильные мысли, выбросите их. Иисус тут же вмешивается и говорит, не бойся, только веруй. Люди говорили Иаиру, не утруждая учителя, твоя дочь умерла, твоя ситуация безнадежна, твой брак уже не спасти, ты уже никогда не сможешь иметь детей, ты не сможешь усыновить ребенка, тебе уже не избавиться от этой зависимости. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова, и отца, девицы, и матери. Почему? Потому что не у всех была такая вера, как у Иисуса. Он был вынужден не впустить туда тех, кто пытался отговорить его от чуда. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. Порой нужно закрыть дверь для каждой мысли, которая не дает вам верить в ваше призвание. Нужно закрыть себя от лжи врага. Римлянам 8.31 Если Бог за нас, кто может быть против нас? Единственный голос, который имеет значение, это голос Бога. Иисус вошел в дом только с теми, кто должен был там быть. Он говорит, твоя дочь не умерла. Он берет ее за руку, и здесь мой третий пункт. Оставайтесь в комнате, пока не произойдет исцеление. Я сам склонен всегда быть занятым и пытаться быстро справиться со всеми делами. Но в этом году Бог проговорил ко мне, не живи поспешно. Нужно замечать жизнь и каждое мгновение. Не нужно убегать после того, как поиграл на пианино 10 минут. Не спеши на следующую встречу. Проводи больше времени со своим дневником или за хорошей христианской книгой. Проводи больше времени, общаясь с ним, предпочитая его присутствие, а не дела, дела, дела. Оставайся в комнате, пока не произойдет чудо. Иисус оставался у них в доме. Взяв ее за руку, он возгласил, девица, встань. Мне нравится перевод, где он говорит, дитя мое, мы его дети, ты не то, что о тебе говорят другие, ты не твоя болезнь, ты не твой диагноз и не то, что сказали о тебе другие, ты мое дитя. Когда он сказал, ты мое дитя, дух внутри нее подпрыгнул от радости. Она воскресла. Иисус вернул родителям дочь живой и невредимой. Я помню, в седьмом классе я носил толстовку с капюшоном с надписью «Окланд Рейдерс». Модные джинсы и кеды фирмы Уэнс. Я был крутым подростком. Однажды родители моего друга подъехали и сказали, прыгай в машину, мы подвезем тебя на взрослое служение. Я спросил, для чего? Твои родители попросили тебя привезти. Хорошо. Я прыгнул к ним в машину и мы поехали. Мы вошли в зал, где шло служение. На сцене был пророк. Вдруг он закричал, «Эй, ты, парень, в толстовке Оклен Рейдерс». Я оглянулся и не увидел никого в такой толстовке. Он сказал, «Выйди на сцену, у меня есть для тебя слово от Бога. Если честно, мне хотелось выбежать из зала, но я вышел на сцену, и он начал пророчествовать. Я упал на колени и закрыл глаза. Он не касался меня, не молился, но я провалился в Божьей присутствии и очнулся через два часа, когда в зале уже никого не было. Куда все подевались? Ого, прошло уже два часа. Я ощущал, что камень пал с моих плеч. Если ты убегаешь из Дома Божьего, бремя, так и будет давить на твои плечи. Прорыв приходит в его присутствии. Не спеши отбегать от алтаря. Порой нужно пребывать в молитве дольше, чем обычно. И четвертое, делите свои истории ради его славы. Приходит время, когда кому-то нужно узнать, что вы пережили. Кому-то поможет содержимое вашего дневника. Откровение 12.11 гласит, они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего. Цель нашей церкви в этом году не только в том, чтобы проводить мероприятия и служения. Наша цель возрастать в близости с Иисусом, переживать встречи с Богом, быть церковью, которая движима целью, а не мероприятиями. Мы не будем торопиться, мы будем проводить больше времени на служении, поклоняясь Богу. Мы будем оставаться в молитве столько, сколько нужно. Мы будем делать то, что служит целью возрастания в близости с Богом. И когда придет время, мы поведаем историю тем, кому нужно ее услышать. Мне нравится, что Бог использовал таких же несовершенных людей, как мы, тех, кто также нуждался в Его милости. Какое-то время на меня что-то наваливалось. Пару недель уныния и депрессия меня атаковали. И тогда на сердце пришла песня о том, как к нам приходит Бог. И я понял, что должен поделиться с вами этой песней, потому что кто-то из вас переживает сейчас нечто подобное. Бог говорит, я хочу вывести тебя из этого рва, исцелить тебя и восстановить, чтобы ты смог парить. Я хочу даровать тебе новую песнь и новую историю. Я надеюсь, что вы что-то получили для себя из этой проповеди. Сегодня мы говорили о том, что стоит за песней, которую подарил мне Бог. Песня называется «Дорогой Бог». Если вы ее еще не слышали, зайдите на YouTube, введите в поиск «Дорогой Бог». Я верю, что Бог желает, чтобы мы приходили к Нему с искренним, сокрушенным сердцем. Мы можем изливать перед Ним свое сердце в дневнике и через это к нам будет приходить исцеление, но при этом мы не должны торопиться, но продолжать открываться Ему. потому что мы склонны быстро помолиться и куда-то бежать. Когда мы слишком открыты перед людьми, мы часто жалеем об этом, но перед Богом мы всегда можем открываться. Мы никогда об этом не пожалеем, ведь нет никого, кто знает нас лучше, чем Он. Мы можем изливать Ему свои чувства мысли. Я хотел бы сейчас помолиться о вас. Боже, я молюсь обо всех этих драгоценных людях. Яви им свою любовь, исцели их эмоции, их мысли, восстанови их отношения, их брак во имя Иисуса. Аминь. Если вы еще не примирились с Иисусом, посвятите Ему свою жизнь. Скажите, дорогой Бог, я сдаюсь, я верю в тебя, я нуждаюсь в тебе, во имя Иисуса. Аминь. Этой молитвы вы приглашаете Бога изменить вашу жизнь. Мы любим вас, да благословит вас Бог. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон»